Киева, Матвеев Олег Валентинович, с участием прокурора-криминалиста прокуратуры города Киева Леонова Юлия Михайловича. В соответствии со статьями 143, 145, 146, 85, со значком 2, в Главном процессуального кодекса Украины, допросил дополнительно в качестве обвиняемого Ляшко Олега Валерьевича. Перед началом допроса объявлено, что в ходе допроса будет применяться видеозапись с использованием видеомагнитофона «Вансоик М7» на видеокрассету «Фуджетапа-180». Видеозапись осуществляется прокурором-криминалистом прокуратуры города Киева Леонова Юлия Михайловича. Время начала допроса 11 часов 34 минуты. 11 часов 34 минуты. Перед началом допроса, Олег Валерьевич, Вы готовы в настоящий момент давать показания в качестве обвиняемого, отвечать на поставленный опыт? И при каких обстоятельствах Вы познакомились? Примерно. Примерно. При каких обстоятельствах, я уж с этим обстоятельством что-то приблизилось? Вриких обстоятельствах, я так точно сказать не могу, але, насколько я помню, по работе щось мы, так стекалися. Значит, сначала чисто рабочие взаимостасунки, так как я был главным редактором газеты. Это ваше знакомство произошло, когда вы уже были назначены главным редактором газеты? Да. В коммерсийном листе? Да. Тогда. Мне казалось, что у нас завязались с ним другими стосунками. Я не допустил бы того, чтобы там тот и залишался бы в рамках службы. Но я все-таки не подозрю, да и никогда подумать не мог. То я был не против дружбы. Засиделись до позната, там один до одиннадцати. Где вы сидели? Володина в кабинете. На Владимирске. Наши машины жалли. Да, службуковые машины. Выпили пассажиром. Я, конечно, был под градусом. Тому, возможно, немного не ориентовал. Я не знаю, что пива меньше у меня есть. Я сейчас все помню. Что оно, так бы можете, и завязалось, чтобы он, возможно, использовал себя тем, что я больше выпив, чем он. И потом, когда мы вышли... И потом, когда мы вышли... Ну, будь ласка, поедем, так поедем. Какая разница? Поехали. Я спустил машину свою... Кажу, завтра приедешь домой. До меня. Раньше, значит, я завжди водитель приезжал на пів восьмого, на восемь. Додому до меня. И мы поехали. И мы поехали. Потом я... Ну, говорю, поехал. Раз ты считаешь, что мало, то давай, я хоть добавлю. Ты свой... Я его запитал, говорю, ты борешь свою же машину, скажешь, чтобы ты ждал, потому что мне ж додома. Он говорит, она мне не придется, останется у меня. Я говорю, да, что я наш, то все, но он так настоял, мол, да, оставайся, ничего там, переночуешь, а завтра разом поедем на работу. Ну, я погодился. Остался, значит, мы... Так, я уверенно говорю, чи приставать до меня с разными там... Олег Владимирович, это было где-то один двадцать ночи, перший час, потому что мы в Владимира Ильича засиделись один до одиннадцати, не меньше. И потом, пока доехали туда, пока, так бы могло, по сто грамм вибли, это еще прошел час. А потом, когда он начал приставать, я сначала его не зрозумев, отверто кажучи, ну, мало что пьяному, так бы могло, в голову збернеться. Олег Владимирович, ну, точнее, в чем выражалось приставание? Ну, в чем выражалось? Ну, сидим, пьем по сто грамм, он внезапно встает, обнял меня. Ну, питается, чего? Ну, я это сначала не спрямлял, так бы могло, ты за что-то, ну, мало что, ну, это, так бы могло, ты, не маю, ты ничего плохого. А потом, он начал пропозиции, так бы мог, раз, и висовав, что я тебе и там поможу, и там поможу, и спонсорю тебе для газеты, найду, и по работе подтримаю тебе, и все разные пропозиции. Значит, я это принимал, как задолжение, ну, думаю, друзья, значит, должны один одного помогать, и ответы тоже начали пропоновать. Ну, я говорю, если надо, то я интервью с тобой сделаю, там, пропаговать в газете. Но я увидел, что чем дальше он рассказывает, тем дальше они говорят, что не туда идут. Как бы сказать, так бы говорить, толерантно. Ну, если говорить, так бы мовити, прямо, то он запропоновал мне не просто дружные стосунки, так бы мовити, установить, а больше таки. Если квалифицировать по правильному кодексу или криминальному кодексу, то это скорее подходит под, ну, гомосексуализм, если так сказать. Потому что у него были такие, так бы мовити, пропозиции, натяки, что я другим словом сказать не могу. Он конкретно сказал? Затропоновал. Затропоновал конкретно. Я сначала не поверил, сказал, если ты там подумал, то ты неправильно понимал меня. У меня совсем не тот характер тальбинутий и развиток. Но он все более настойчиво и настойчиво вимагал, как говорят. И все это проходило один вечер, до речи. Это все время и шоу, и, значит, уже там истограм не появился, потому что не до этого было ему. Я ему оправдывался, что ты меня неправильно понимал, а он сказал, так, ну, мол. А в чем вражалось то, что он настойчивал? Ну, в чем? Ну, я сказал уже, что он предлагал мне поддержку по работе и все остальное, чтобы только я, так сказать, поддерживал с ним связок. Именно в таком плане связок. Я отмолялся, а потом в ранее я остался, в ранее приехала машина к его и мы приехали на работу. При гоносексуальности, насколько я понимаю, два партнера активно и посередине. Какая у вас, конечно, интересная подробность, то я могу рассказать. Но я хочу сразу сказать, что это было незвичайно. Если так сказать, я, так сказать, и ориентуюсь в этих вопросах, потому что я же понимаю. Это был незвичайный связок, где есть активный и пассивный. Если уже брать по этим параметрам, то, конечно, я выступал как пассивный. Но если ты вообще выходил за рамки, то я ему сказал, что ты не то делаешь. Если я даже и согласился на твои вот эти условия, то только через то, что ты мне по работе обещал поддержку и тому подобное. Но это не означает, что ты можешь со мной делать все, что хочешь. Такого не было. Значит, вот эта связь между вами, которая началась после этого разговора, регулярно поддерживалась? Значит, я могу сказать, как это обстояло. Я, конечно, абсолютно отмолялся. Я живу товарища, потому что квартира ремонтировалась, значит, живу товарища Турканя Анатолия Александровича. И он также может сказать, что три часа ночи звонит по телефону и говорит, что Лех, приезжай, потому что я не могу. И мне доводится вставать с постели, брать такси в три часа ночи и ехать на борща боку и тому подобное. То у него постели нет, значит, я ему свою постель привожу. То ни ножа, ни вилки нет, потому что когда он разошел, то у него вообще ничего в квартире не было. Я ему все привожу. То есть, значит, и все остальное. Все вопросы решаю я. У каждого такого встречи в половую связь вступали. Ну, видимо. Олег Валентинович, как понимать половую связь? Я же уже сказал, что... Как понимать? Если сказать, что я могу сказать, я могу сказать, какой был именно звезок... Ну, и если это нужно, значит, то я могу сказать, вступить зо мной в половой связь. Ну, как сказать? Как это сказать? Сейчас я подумаю, что это толерантно звучало, потому что в карном деле должна быть толерантность. Значит, пытался, но, как я уже сказал, я ему это не дозволял. Он пытался вступить со мной в связок через анальный отверг. Я ему это категорично не дозволял и в таком случае заявлял, что Боряк, ты многое дозволяешь. То есть, было все другое, но не было этого момента, что я сказал. Все другое было, если вы считаете плохое связь, то это было. Месяц 5-6 лет, я сейчас не могу помнить. Месяц 5-6 лет, но это было стабильно. Он, я вам скажу, открыто, не в обеду ему будет сказано, но он, конечно, сексуальный маньяк. Если вы понимаете, что каждый Божий день звонки, звонки, звонки. Я вам хочу сказать еще такие подробности, что он, даже когда подряджение летал за кордон или еще куда-то, он звонил мне. Из Швейцарии звонил, значит, летал и с Кравчуком в Швейцарии в Таос на, я не знаю, там, форум какой-то был. Из Швейцарии звонил, в Москву на переговоры летал, из Москвы звонил, еще куда-то летал. Он постоянно звонил, то есть каждый день звонил. Не считая того, что на работе, по 5 дня сидел у меня в кабинете. Способом. Ну, я уже сказал, значит, то, что я ему не дозволял, а это арешта. Я думаю, что это разрешило, там, так, как вы можете, если вырубоказать, то он дрочил, значит, извините меня. А, нет. Да, да. Другие там моменты были. Урод брал, извините меня. Опять же. Ну, тут вот такие подробности. То есть, он брал в рот вашу ловочку? Да, как будто. Да. Ну, а ярче. Не ярче. Ясно. Значит, это происходило до момента вашего задержания, 21 июня? Да.